Началось? Мы этого не делали, да? Мы в эфире. Давайте начнём наш вилайф. Ты звук выключил? Да, конечно. Пожалуйста, разбудите меня к третьему уроку. Здравствуйте, ребятки. Мы выступили на кип-поп-концерте. Да, это так. А ещё побывали на ММА. О, точно. Я простудился. Что? Ну, ничего страшного. Поэтому я в маске. Я совсем твоё лицо не вижу. Моё? Общайся своим сердцем. Я говорю с Мо своим сердцем. Ты похож на треугольный кимбаб. Ой, точно, волосы похожи на треугольный кимбаб. Я выгляжу, как треугольная шоколадка. Здравствуйте. Давайте поздороваемся, как положено. Давайте. Одна мечта. Здравствуйте, мы Ти-Ксти. Добро пожаловать. Добро пожаловать кому? Добро пожаловать на наш вилайф. Добро пожаловать. Привет, ребята. Мы выглядим такими утеплёнными. Думаю, это наш первый вилайф в декабре. О, ты надел тот же шарф, что и Йон Джун Хён. Правда? Ладно. Это наш первый групповой вилайф в декабре. Точно, да. Кто-то ходит. Мы закрыли шторы, но можем всё видеть. Да, шторы ничего не прикрыли. А давайте я пройду мимо. Нет. Я сделаю это. Пройди мимо комнаты и не возвращайся. Дайте мне это сделать. С последней трансляцией много чего произошло. Много всего. Например. Например, мы выступили на кей-поп-концерте. А, точно. Пхохане. Пхохан. В день перед днём рождения Субина Хёна. Точно, да. Поэтому многие люди поздравляли его. А когда у него был день рождения? В начале декабря. Тогда и был. Я внезапно подзабыл. Шучу, шучу. Спасибо. Не за что. И как твой праздник прошёл? День рождения? Мы же провели его вместе. Мы так усердно тренировались. Да, на мой день рождения мы только практиковались. Да, всё, что было, это практика. И танцоры... А, да, точно. Это было так мило. Они приготовили для меня торт. Это правда. А никто их не просил об этом. Ты уверен? А хореограф? Конечно, он знал. Но даже если это хореограф попросил их об этом, это всё равно то, чему я должен быть и благодарен. Я благодарен всему, что они для меня делают. Я благодарен всем, кто поздравляет меня. Хюнин Кай подарил мне торт-мороженое. Ты оформил доставку пижамы, которую я тебе купил? Я написал свой адрес. Окей, хорошо, молодец. Я буду её носить. Наденешь её и будешь есть торт-мороженое. Йон Джун Хён подарил мне куртку, которую я носил три дня подряд. А, точно. А какую куртку? Я сомневался, прежде чем подарить ему её. Куртку? Он сказал, что сомневался. Ты её и сегодня носил, да? Нет. Но ты же выходил погулять утром. Каждый день выходишь. Ты ходил погулять. А, да. Я дарю ему одежду, чтобы у него было много разных нарядов. Но он носит только что-то одно. После работы, когда снимаешь свою одежду, её так лень складывать и класть в шкаф. Поэтому я снова и снова надеваю её на следующий день. Ой, дай глянуть. Я купил их, но теперь он носит только их. Разве ты несчастлив? Они раньше были белыми, а теперь стали серыми. В этих кроссовках я даже танцевать стал лучше. Я слышу, как эти кроссовки кричат «Спаси нас!» Или они говорят «Прошу, прибейте нас!» Да, может просто убить их? Да. А ещё Тихён приготовил для меня суп с водорослями. Мне очень понравился. Вкус прям как у супа из ресторана. А готовка Тихёна? Точно, я просто вышел в гостиную, а он сидел и ел говядину. И спросил меня, хочу ли я кусочек. И дал мне вот такой кусок. Он дал мне вот такой кусок. Большой кусок и вкусный. Мы всегда кушаем еду из доставки. Так что мы перепробовали еду почти со всех ресторанов. И теперь я хочу готовить. Особенно, чтобы насладиться тем, что мы ещё не пробовали. Потому что мы годами заказываем из одних и тех же ресторанов. Точно. Ну, может теперь ты сможешь приправить так, как тебе нравится. Хорошо. Что? Посмотри на волосы. Ты похож на Супер Саяна. Я? Бинго. Я ничего не вижу. Я не должен так выглядеть. Ты хоть видишь что-нибудь? Я? Да. Я вижу всё через волосы. Они что, прозрачные? Это как шторы. Да? У всех нас длинные волосы. Простите за наши длинные волосы. Муа. Будь здоров. Будь здоров. Я пойду возьму себе попить. Кто-нибудь что-нибудь хочет? Я. А мне не надо. Тебе надо? Окей. Погоди. Я. Кукурузный чай? Чай из листьев конфетного дерева? Ячменный чай? Мне просто воды. Нет. А мне не надо. Мне тоже не надо. Кукурузный чай, чай из листьев конфетного дерева, ячменный чай. Я буду говорить о себе в третьем лице. А вода? Ты и так часто это делаешь. Пожалуйста, иди возьми уже это. А вот так? Вот так? Да. Окей, неплохо. Ты часто говоришь о себе от третьего лица? Да, это не ново. Но ты... Хюнинкай только что запер дверь. Что ж, теперь у нас всего четыре участника. Он запер дверь. А вот и он. Идет. Скажи нам пароль. Я хочу снять его на видео. Он проходит мимо. Мы не видим его. Нет-нет, он там. Скажи нам пароль. Ладно, ладно. Хюнинкай, красавчик. Ты сказал, Хюнинкай, красавчик? Это верный пароль. Жалюзи позади нас. Мы не видим лица, только силуэт. Я не смог достать воды, так что принес для тебя это. Хорошо, спасибо. Наслаждайся напитком. Стряхни его, чтобы убрать газы. О, я махал рукой, когда держал этот напиток. Он не взрывается? Какая жалость. Позволь мне открыть его. Я не пью газиров. Если смешаешь его с грейпфрутовым мармеладом, он получается таким вкусным. А, это мой. Ты будешь пить это? Да. Ладно. Он такой милашка. Он ногой держит дверь открытой. Эй, ты. Дважды меня не провести. Давай, я открою для тебя. Он пристально смотрит на нас. Не хочет, чтобы мы его одурачили. А вы видели это? Я собрался открыть дверь, а Хюнинкай такой. И тогда он остановился. Поймал тебя? А потом мы пошли на ММА. ММА. Верно. Совершенно верно. Это так. А мне снять это? Сними. Многим понравилось наше выступление на ММА. Да, верно. А мы действительно сделали все, что могли. Я сказал Моа, что у меня был мышечный спазм. Ну, там был клип с интервью, где мы сидели все вместе. Я посмотрел его и говорил там вот так. Я говорил вот так и смотрел в камеру. В конце выступления у него началась судорога. Ну, как хорошо, что мы станцевали только начальную часть. Да-да. И у него начался мышечный спазм в таком положении. Верно. Слава Богу. Это было нелегко. А концовка была продолжением концепта трейлера. Продолжением? Да, его продолжением. И у нас было достаточно времени. Верно. Ограничений по времени не было. Они просто попросили нас круто выступить. Верно. Ты выглядел, как будто тебе не нравился этот напиток. Но ты так много выпил. А этот? Да, уже половины нет. Почему так внезапно? Ну, когда мы записывали наше выступление на ММА, у Бамгю затекла шея в конце дэнсбрейка. А потому осталась только та часть, где между нами проходит ноу-зе. Тогда мы сказали ему взбодриться, сказав, что осталась только эта часть. Но потом он просто стоял вот так. По виду ему было очень больно. Мне было так жаль его. И мы смотрели в другую сторону, вместе с танцорами. Мы не знали, когда она положит на тебя руку. Потому что смотрели в другую сторону. Так что мы попросили танцоров подать нам знак, когда она у-зи положит на тебя руку. И около десяти танцоров. Хорошо. Они были такими милыми. Очень милыми. Было трудно сохранять невозмутимое лицо. Танцоры такие невинные. Они потрясающие. Милые и хорошие. Юн Джун Хён прыгнул так далеко. А мы реально сделали все, что могли. Да, верно. Должно быть, это было очень тяжело, Юн Джун. Пришлось прыгать высоко и далеко. Это было нелегко. Верно. Ты делаешь всевозможные представления. Один за другим. Ты учишь один за другим? В конце каждого года мы можем делать больше. Я имею в виду, что мы никогда бы в жизни не прыгнули с такой высоты. Правильно. Если бы это не было несчастным случаем. Я имею в виду, что с такой высоты несчастный случай не произойдет. Сначала было не так высоко, но потом стало выше. А, верно. И у нас появился еще один человек потом. И этот человек снова встал. Танцоры стояли вот так. И если бы я не прыгнул высоко, то мои ноги коснулись бы волос танцоров. А ну, к счастью, я ни разу не упал. Это так. Юн Джун Хён не поранил ни одного танцора. К счастью, никто не пострадал. Точно. Юн Джун Хён, на тебе милый наряд. Да, мне он нравится. Мне нравится этот тип ткани. Что вы думаете о моем кардигане? Он легкий, будто я без него. Но он теплый. Он такой легкий. Я чувствую, что лечу по небу. Ты пытаешься изобразить траву? Наряды выглядят как праздничный мерч. Так красиво. Что? Субин Хён так хорошо смотрится с этим шарфом. Что это за бренд? А, погоди, а что это за бренд? Ти-ксти. Тумороу экс тугеза. Что? Сделано в Корее. Сделано в Корее. Обычно для праздничной продукции используют красный и зеленый цвета. Но это ощущение, ты больше похож на снеговика. Зеленый. Такое ощущение. Я тебя понимаю. Ощущение. Ладно, ладно. Это трава, а это цветок. А, цветок завял. Я пытался сказать, что ты прав. Но посмотрите, что он сказал. Я говорю, что одежда так сильно блестит. Да, одежда очень красивая. Всем идут их наряды. Они сочетаются с тоном кожи. Верно, верно. Вся одежда потрясающая. Я уверен, что она вся раскупится. Закажите прямо сейчас. Какая у нас следующая премия? Мама. Мама? Да, мама. А у нас будет мама. Правильно. Разве мы сейчас не репетировали для мамы? Да, верно. Верно, верно. Выступление для мамы непростое. Оно непростое. Оно непростое. Мама. Выступление для мамы потрясающее. Как вы видите, все мемберы сейчас очень уставшие. А мы... Я только что вспомнил, что мы делали до этого. Мы очень долго танцевали перед этим Ви-Лайф. Правда. Но нас ждет еще 4 часа практики. Нам все еще... После Ви-Лайф нам нужно практиковаться дальше. Сегодня нам нужно танцевать 9 часов. Ага. Сейчас мы работаем над кучей вещей. Точно. Нам нужно быть на многих премиях и фестивалях. Вы, наверное, уже посмотрели Мама? Мы постараемся сделать выступление качественным, как Мама. Точно, да, да. Помогите, помогите, помогите. Нам нужно очень много танцевать. А еще вышла одна статья. Ки-Би-Эс Сонг Фестиваль. Там писали, что у нас будет коллаб. Да, коллаб выступления. Над этим мы тоже работаем. Но это секрет. А вам же интересно? Конечно, всем интересно. Многие фанаты гадают. Где-то угадывают, а где-то ошибаются. Точно, это просто потрясающе. Угадайте, что мы делаем. Я чуть не проспойлерил танец, не подумав. Боже. Многие фанаты поделились своими ожиданиями по поводу танцев, пока пытались угадать. 12 парней танцующих. Моим первым танцем был... Бу-пип, бу-пип. И танец зомби. Что? Ты говорил, что твоим первым танцем был ноу-боди. Что это? Ноу-боди? Да. Мой первый танец. И что там было еще? Танец зомби? Вот это воспоминание. Моим первым танцем были ноу-боди и претти гелл. Был такой зал, где все занимаются, ну или вроде того. Вот я там и занимался. И я один был там парень, остальные все были девушки. Так что я просто танцевал то же, что и они. Представить себе не могу, чтобы ты хьон это танцевал. Я могу это хорошо станцевать. Я видел, как он танцевал под это. Он правда очень хорош. Когда я занимался в танцевальном кружке, то учил Touch My Body. И 24 часа от Санми. Меня похвалили. Ты такой сексуальный. Не просите меня танцевать это. У меня глаза зачесались. А что ты танцевал? Ты про хореографию, которую я официально учил? Или первый танец, который ты официально выучил? Тот, что я выучил? Да, которому тебя учили. Когда я был в танцевальном кружке в средней школе, тогда это был мой первый раз. Я выучил танеца Miss A. I don't need a man. Там было еще около 30 учеников. И только двое парней. Верно, парни в танцевальных кружках это редкость. Сейчас их довольно много, но вот раньше там было только два мальчика, и нам приходилось выступать на шоу талантов. Потому что там не хватало парней. Так что я часто выступал. Правда, сейчас очень много парней в танцевальных кружках. Сейчас, в принципе, много учащихся парней. Отлично. Глаза чешутся. Нет, не три их. У тебя опять будут проблемы с глазами. Эринит потихоньку возвращается. Все нормально? Ага. Хорошо. У меня глаза только ночью чешутся. По ночам только? Да. Чешутся глаза, и... Мне все равно, если чешется нос, но вот зуд в глазах я выдержать не могу. Я живу со своими типами раздражений. Это из-за зимы? Я думал, раздражения спадают зимой. У меня глаза тоже в последнее время чешутся. А у тебя глаза красные? Может, потому что воздух сухой? Возможно. А мне постоянно приходится так делать. Вот тут прямо. Точно. Тут очень чешется. У меня постоянно чешется роговица. Да не роговица, а слизистая. Внизу, да? Я видел, как ты в видео делаешь это. Пока ты проводил трансляцию сам. Ты чесал слизистую, и все, что я видел, это белок глаза. Целых три секунды я только и видел, что твой белок. Я удивился, пока смотрел то видео, и потом я такой, что... Я так чешу. Нужно было почесать, как он, когда зрачок показываешь. Что? Что? Что он творит? Это... Это тот, что застрял раньше? Верно, да. А другой был тут. Он же на полу должен сидеть. Ноги у него тяжелее, чем казалось. И... Ты зачем их снимаешь? Потому что он парит в воздухе. В нашей танцевальной студии высокий потолок. А он улетел вверх, и нам пришлось тянуться за ним. Когда мы сняли ноги, шарик начал подниматься. Нам пришлось проткнуть шарик. Нужно было что-то кинуть, чтобы он лопнул. И так он спустился. Когда мы попали в него, шарик начал медленно опускаться. Но было так грустно наблюдать за тем, как проткнутый шарик спускается вниз. А было забавно, когда он перекрыл освещение на потолке. Точно. И там была огромная двигающаяся тень. Она была просто гигантской. Ну, не трогай. Я слышал, как там кто-то возится, и мне стало интересно, что происходит. Какой он раздражительный. Мне не стоит трогать бумагу. Каждый раз, когда я вижу бумагу, это было дня два назад, у нас были съемки. Сценарист вручил мне сценарий. И мы должны были отдать сценарий обратно. Сценарист забрал сценарий четырех мемберов. И пытался отобрать сценарий Хюнин Кая. Но он его не отдал только потому, что был занят заворачиванием кончиков у бумажек. Он складывал бумагу с пустым взглядом. Сценарист посмотрел на меня, не зная, что делать. А я такой, хватит. Ну, серьезно. Это привычка еще со времен, когда мы были трени. А, точно. Я где-то десять лет. Я не против того, что он творит. Но когда я снимаюсь после Хюнин Кая, моя часть куда-то пропадает. Она исчезает со всех бумаг. Я просто не могу ее найти. Однажды три мембера сказали, что их части куда-то исчезают. Я не знаю, что такое бумаги. Ты деньги тоже так складываешь? Нет, конечно, я не складываю. А, ты только бумагу складываешь? Да, мне нравится так делать. Почему ты рвешь тексты песен? Они лучше всего подходят для складывания. А4 звучит лучше всего. Наверное, тебе весело, когда ты складываешь тексты песен. А вот мне не очень, когда я в студию захожу. Он рвет записи. Это правда. Я не складывал бумагу, когда приехал в Корею во втором классе. Это внезапно началось в третьем классе. Когда я трогал бумагу, ощущения были отличные. И вот тогда-то это и началось. И я занимаюсь этим уже десять лет. И это стало образом жизни. Правда. Моя мама пыталась направить меня на правильный путь. Прости, мам. О, эту новость тоже уже опубликовали. Концерт, Виверс. Объявление уже выпущено. Пожалуйста, наслаждайтесь концертом. А мы и там покажем замечательное выступление. Правда? Да. Так много всего происходит. Я даже растерян. Да, это сбивает с толку. Путаешься, какое выступление для Виверс, какое для мама. А Джастин Бибер будет выступать. Да, Бибер выступит. Это так здорово. Он не приедет в Корею, да? Думаю, выступление будет записано. Не знаю. И я не знаю. Будет здорово, если он приедет. Надеюсь, что это будет запись выступления. Почему? Круто же, если он приедет в Корею. Но у него сейчас трудные времена. Будет здорово. Корейская культура предзаписи. Ведь мы сможем встретить замечательного артиста. Кай, можешь снять маску? Да, покажи им свое лицо. Должно же быть Кай, а не Кей. Было написано Кей. Не может быть. Он не может снять, он простудился. Он не может. Зрителям не видно глаз Хюнин Кая. Извините, Моа. Он притворяется. Было жидковато. В следующий раз я буду выглядеть здоровым. Здоровым. Я вернусь здоровым и красивым. Я смотрел вместе с Бамгю. Хюнин Кай решал судоку, кажется, на своей трансляции. Он делал вот так, сказав, что у него окне. Вот так. Продолжал держать так руку минут десять. Прикрывался рукой, когда говорил что-то или писал. Люди обычно так сидят, но он такой... Когда он поднимался, то делал это не как обычно, а поднимался вот так. Серьезно, это действительно трудно. Сейчас зима, поэтому у меня окне. А у меня тоже. Хюнин Кай и я. Потому что воздух очень сухой. Наша кожа была не в лучшем состоянии. Но в довольно хорошем. Ты еще просто молод. Ты тоже макне. Когда станешь старше, все пройдет. Это правда. Вот почему у тебя такая хорошая кожа. У меня и раньше никогда не было окне. Со времен трени. Серьезно, Йонжун. Его кожа в отличном состоянии. Йонжун рожден с хорошей кожей. Однажды визажист сказал, что моя кожа как попка-младенца. Так что попробуем вернуть все в прежнее состояние. Хорошо. Да, мы тоже люди. То, что мы айдолы, не значит, что наша кожа подстраивается под наши ситуации. Верно. Довольно сложно приходится во время расписания. Позавчера у меня появились высыпания на лице. Мы еще и макияж наносим. Постоянно. Даже если идешь к дерматологу, в этот день приходится делать макияж. И на следующий день тоже. Да, постоянно. Сразу после похода к дерматологу мне нужно наносить макияж. А думаю, все пройдет быстрее, если просто помолиться. Я собираюсь покрасить волосы. Можете посоветовать мне цвет? А как насчет радуги? Мне нравится. Как попугайчик? Да, как попугай. Цвет, для которого не придется осветляться. С осветленными волосами сложно справляться. Будет как у меня. Мои... Нет. Нет, не показывай. Окей. Просто скажи нам. Ладно, хорошо. Что? Что? Субин, тебе нравится этот напиток? Я собираюсь допить его. Милота. Теперь не такой газированный. Должно быть. Все-таки сильно. О, это было тихо. Как будто горло перерезали. Мне нравятся газированные напитки, так что я ими наслаждаюсь. Но этот слишком газированный. Очень газированный. Да. Тот тоже очень газированный. Обычно он есть у нас в общежитии. Точно. Мне нравится этот напиток. Надо пополнить запасы. Почему никто не пьет Милкис? Я пью. Нет. Это не то, что пользуется спросом. Я пью его. Почему? Только ты и пьешь. И покупаешь слишком много. Мне он не нравится. Милкис вкусный? Даже моей маме нравится. А мне не очень. Должно быть у тебя утонченный вкус. У меня детский вкус. Да. Детские вкусы. У меня тоже. У четверых из нас детские вкусы. Это хорошо. Твой же вкус очень утонченный. Я думал, ты скажешь что-то плохое о моей маме. Даже нервничать начал. Спасибо. Почему ты такой милый? Передумал шутить. Моей маме не очень нравится Милкис. Правда? Что ты думаешь об этом? Я думаю, мама Субина старше нее. А значит, у моей мамы тоже вкус, как у ребенка. Да, у твоей мамы детские вкусы. Сладости любит. Что-то не такое, как Милкис. Фанту, например. Да, фанту или колу. Воздержусь от комментариев. Я уважаю обе стороны. Я тоже. Милкис, это газировка с молоком? Разве? Это настоящее молоко. Молоко? Думаю, это спрайт со вкусом молока. Это не йогурт? А, йогурт? Нет. По вкусу немного похоже на йогурт. Это молоко. Разве это не спрайт с молоком? Спрайт? Содовое? Да, с содовой. Точно. Да так, Милкис. Поэтому ты такой высокий. Милкис помог ему вырасти. Возможно. Милкис, это молочный продукт? Возможно. Логики ноль. А вы пили банановое молоко, когда ходили в баню? Я обычно пил рисовый напиток. А я за банановое молоко. Тебе тоже нравится? Мне не нравилось банановое молоко. А почему? Может, ты ему тоже не нравился? Я не знаю. Вот это облегчение. Верно. Ну, когда я был треней, я попробовал его. Банановое молоко очень вкусное. И тогда я понял, насколько этот напиток вкусный. Я не понимаю, почему бананы стали молоком. Это не совсем так. Это что-то вроде томатного сока. Я думал, что банан и молоко не совсем хорошая комбинация. Так ты и не пробовал, и просто решил, что тебе не нравится? Ага. Ты просто не хотел его пробовать. А вы пробовали каштаны? Каштаны? Что это? Такой гладкий, как вот этот. А, это те, которые я раздавал на своей мини-встрече с фанатами? Я до сих пор не уверен насчет сладкого рисового напитка. Я люблю его, он хороший. Я пробовал его разочек, но до сих пор не уверен. Он вкусный. Он... А в любом случае, Йон Джун больше всего любит банановое молоко. Он сказал это уже три раза. Ага, сказал. Банановое молоко вкусное. Когда мы вакцинировались, у нас был выходной в тот день. Я спросил, что мне следует заказать из Е-маркет. Он попросил меня заказать банановое молоко, так что я заказал четыре. Но другие все выпили. Ему не хватило. Нет, послушайте, ему не хватило. Никто его не брал. Мое банановое молоко. Мне было интересно, почему он не взял ни одного. Я увидел четыре пачки бананового молока в холодильнике, когда проснулся. Поэтому выпил две. А я не пил. А кто тогда выпил? Я совсем не помню этого. Тогда куда остались оставшиеся два? Может, став? Скорее всего. Нет, обычно они не берут то, что мы заказали. Ты прав. Я был таким уставшим. Честно говоря, я выпил две упаковки. Это то, о чем ты говорил? Да. А мне больше нравится клубничное молоко. Знаете, почему? Ничего, мы поняли. Большой банан. Ты хотел его поймать? Он отправился в путешествие. А куда он улетел? К тому кондиционеру. Это немного... Этот паренек настоящий шоумен. Наверное, ему нравится быть на грани. Он хочет побыть в одиночестве. До свидания, пока. Посмотри на это. А разве этого напитка нет у вас в саунах? Там витамины и... 400 плюс 100. Что это? 400 плюс 100. Что это? Витамин 500. А, витамин 500 и другие. Это так? Да. Я не знаю. Ладно, я сдаюсь. Они что-то смешивают в этом напитке. А что смешивают? Я могу думать только о кофе наверху. Что это было? Это... Ну, у нас у всех разные предпочтения. Что это было? Там было что-то другое. Они дадут нам знать. А вы знаете, что есть соль для чистки зубов? Я знаю. Я пробовал ее. Пробовал? И я пробовал. Я сразу же выплюнул ее и почистил зубы. Правда? Я не уверен, как другие это делают. Мне кажется, можно использовать для этого палец. Если у вас нет с собой щетки. Это круто. Не думаю, что у меня получится. У меня будет такое слюноотделение, что и рот полоскать не придется. Они должны быть эксперты. Я могу находиться в горячей воде долгое время. А я хорош в этом. Я был в ванне с горячей водой и пошел в сауну. А потом залез в ванну с холодной водой. Я придерживаюсь этого правила. Поэтому я ходил в общественную баню со своим другом перед пандемией. Там были только мы и один взрослый. Поэтому, когда мы проделывали те действия, он просто оставался в горячей воде. Потом мы с ним поздоровались, так как нас было всего трое. Он поздоровался в ответ, а потом мы сказали, «Вы слишком долго сидите в горячей воде». И он нам ответил, «Я и собираюсь оставаться здесь дальше». Верно. Он действительно эксперт. Да, взрослые могут разогреть свое тело в горячей воде. Верно, это так круто. Ощущения прекрасные, когда залезаешь в холодную воду. Я не могу туда залезть. В холодной ванне есть акула. Ага, акула. А зависит от того, в какую баню ты ходишь. Есть холодные ванны, которые до костей пробирают. Да, это так. И есть просто прохладные. И те, куда помещаются только ноги. Верно, верно. Мы когда-нибудь были в бане вместе? Да, были. Мы были. Когда? Два раза, кажется. Ага, дважды. Верно. Когда мы были трене в Ocean World. Да, один раз там, один раз, когда мы были трене, и еще раз после дебюта. Я помню, это было так весело. Было очень весело. Обожаю эти моменты. Я тоже. Что, что, что? Было весело. Конец разговора. Я бы хотел сходить в Ocean World. Ага, давненько я не ходил в баню. Мы так давно не ходили в аквапарк. Мы не можем пойти туда в пятером. Пока что. Ситуация с пандемией должна улучшиться. Я надеюсь сходить туда. Аквапарк? А можем ли мы проделать это у нас дома? Неплохо. Только не в моей комнате. Только для одного человека. Да. Я уверен, что мы повеселимся. С корзиной, как в Карибском заливе. С водными пистолетиками. Если не в моей комнате, то я не против. А мы можем поиграть под дождем. Верно. Когда мы были младше. Мы до сих пор молоды. Просто менее постарше. Шел такой сильный дождь, что мы вышли поиграть на улицу. А потом дождь прекратился. Да. Мы немного промокли, поэтому просто приняли душ. Оушен. Оушен Уорлд. Сейчас открыты аквапарки? Думаю, да. Но разве не нужно там носить маски? Не знаю, я там не был. Нужна ли маска? Я думаю, все должны носить маску. Я никогда там не был. Горнолыжный курорт. Тоже весело. Аквапарк с маской. Мы никогда не были на горнолыжном курорте. Никогда. Я в таком отчаянии. Но в чем же проблема? Давайте поедем на горнолыжный курорт. Я должен показать вам свой сноуборд. Вот так ты сидишь на доске, верно? Как на санках. Но я никогда не пробовал. Это лучшее. Сани самое веселое. Мешок с рисом самый быстрый. Нужно съездить как-нибудь. Мы слишком заняты. Это так. Я катался на лыжах, но, видимо, все забыл. Я имею в виду на доске. Я тоже забыл. Я тоже разучился. Разве не больно падать? Со сноуборда, да. Со сноуборда больно падать? А что насчет лыж? С лыжами все проще. Их можно просто снять. Я попробовал оба варианта. Когда катался на сноуборде, я остановился, но мои ноги были прикреплены к доске, и я упал на живот. А если упасть на спину? Я так круто ехал. И упал на живот. Лучше падать на спину. Да, но я упал вперед. Допустим, я катаюсь на лыжах. Я продержался около минуты. У вас две ноги, но что делать, если ноги разъезжаются? А тогда собери их вместе. А, правда? Просто собери их вместе. На склоне, как и на сноуборде. Если упадешь назад, ты сможешь снова подняться. А ну, если упадешь вперед, будешь страдать минуты три. Правда? Да, три минуты. А это не опасно? Лыжи снять легко, но к доске ты крепко прикреплен, верно? Верно, верно. Интересно. Их можно снять? Доска, сноуборд. А это другое. Это не одно и то же. Не похоже, чтобы он хорошо катался на сноуборде. Лыжи легче всего освоить новичкам. А вот с доской сложнее. Разве это не лекционная доска? Ай, это сложнее, но... Лекционная доска. Ну, лыжи освоить сложнее, а доску проще. Это то, что я слышал. Так ты профи или нет? Нет. Что там? О чем нам следует еще поговорить? Есть идеи. Пожалуйста, предложите идеи. Все, что Моа хотели бы узнать, мы им все рассказали. Мы рассказали, они даже не спрашивают. Нет. Есть ли что-нибудь интересное? Также мы видели море в Пхохане. О, да, верно. Мы были там недолго, но... Пхоханское море. Кажется, я поднял кого-то и окунул его ноги в воду. Кто это был? Я. Это было так раздражающе. Всплеск. Это было холодно. Холодно. И он погнался за мной, а я убежал. Кто поднял Юн Джуна Хёна? Это я. Ты Хён. Если собираетесь делать что-то веселое, включайте камеру, чтобы жертва меньше расстраивалась. Верно, но камеры не было, и Бам Гю просто поднимал тебя и окунал в море. На мне были лоферы, поэтому у меня промок больше палец на ноге. Не выдержав этого, я погнался за ним и шлепнул разок. Он аж зубы сжимал, как догнался за мной. Типа, да ладно? Но было весело. Да, так оно и было. Было очень весело. А мы отлично провели время после концерта в Пухохане. Верно, мы вернулись в отель, и было уже 4 часа. Да, я лёг спать где-то в 6. Да. Я не мог уснуть. Что ещё? Мама скоро будет. Когда будет? Мама 11-го числа. Да, 11-го. У нас есть 3 дня. Сегодня 8-е число. 3 дня. Уже совсем скоро. Завтра, завтра и завтра. 3 дня. Да, я забыл, когда у моей сестры день рождения. 10-го или 11-го. У сестры? Проверь свой какао. Это написано там. Можешь проверить. А, ладно. Потому что звучит очень похоже. 10-е и 11-е. И верно, это сбивает с толку. 10-е. Мама. Что это? Это ма. Тишина становится всё дольше. Ха-ха-ха. Очень похоже. Лоб. Макбап. Ха-ха. Шлипух. Ха-ха. Ха-ха. хорошо хорошо мы ели до пиццу поели правда да мне тоже стоило ее поесть что это было за пицца гавайская их было четыре я должен был поесть я сожалею об этом почему ты не пришел я подумал что мне не понравится меню написали в какао что мы едим пиццу да мы написали ты просто не прочитал его ай глупый я должен взять за привычку читать какао но если я читаю верхние сообщения то читать остальное становится так утомительно это вполне можно понять я согласен вау безумие а кардиган теплый да конечно он теплее чем пуховики такой теплый с ним я могу пережить зиму он теплее чем пуховик невероятно да как будто я укрыт пледом я тоже так уютно и тепло моей шеи жарко он теплый может есть смешные истории у юнджуна и сабина шарфы собин собин спасибо давайте поотвечаем на вопросы хорошо потому что потом нам надо кое-куда уйти вы болели после прививок не совсем по отдельности я чуть не умер за эти три дня все прекрасно правда даже вторая прививка у меня тоже все отлично и у меня я хорошо себя чувствовал во время обоих уколов есть 20 процентный шанс удачи правда 20 процентов удачи что у вас будет все хорошо думаю наша группа здоровее остальных разве нам сказали что если мы заболеем значит мы здоровы серьезно совсем не завидую а думаю у всех по-разному это не связано с состоянием здоровья я думаю тут дело в случайности это то что я слышал а так мне в принципе хорошо а еще вам надо быть в хорошем самочувствии когда вы делаете прививку да точно мы все ходили в одну больницу ты он был рядом со мной ами сестра была очень доброй так что мы поболтали когда я сходил туда чтобы сделать вторую прививку сказал что первая была совсем не болючий ами сестра сказала так ты подожди потом посмотрим потому что если ты не заболеешь во время первой прививки заболеешь во время второй и я так испугался но все нормально она дала мне витаминку тентен правда а мне тоже дали и мне точно а мне дали я не помню далее ты был со мной ага когда вы достаете одежду которую давно не носили вы не находите вкусняшки или деньги карманах но откуда они там а я недавно достал куртку я нашел там тентенку которая лежала там бог знает сколько а это слегка и что ты сделал с ней я думаю отдать ее режиссерам постановщикам ай какой же ты хотите штучку они ответят да я сказал она у меня валялась где-то год или два у нее тут есть срок годности а фу нет а думаю желешки быстро портятся ой то есть медленно точно обычно конфеты и желешки они годны до года а что если бы она оказалась в кармане куртки даже если бы она не испортилась ты бы ее не съел это точно она не показалась бы мне такой уж и хорошей а где то место где продают желешки а место где продают желешки вини-бини вини-бини желе вы знаете ой прости а с желешками как в парках развлечений вини-бини думаю ты прав берешь это желе и вини-бини думаю да это она мне просто пришло в голову я его хочу съесть ту которая из парка я тоже так думаю с виду они так красиво выглядят а но когда покушаешь их они кажутся уже не такими классными нет выбирать просто нужно уметь хорошие очень вкусные те которые длинные кисленькие да когда покупаешь их обычно не доедаешь потому их нужно взвесить да да они вкусные люблю желешки когда я был в сша с юн джуном ему нравились эти странные желешки самые длинные а длинные а ты про от визлс оно вкус как резина но тебе не нравится он постоянно их покупает они такие вкусные серьезно а в другой день когда тебя не было сандык зашел и сказал а вот это и это сделаем завтра а потом он попробовал ту желешку а кто это ест я ответил юн джун хен что не так с его вкусом да но он взял пару штук с собой на это был вишневый вкус у тех желешек а еще ему нравится зико сандык заценил пока я их ел верно он очень любит их есть пока для остальных пить зико было наказанием он пил это потому что ему нравилось а где это было хохане хозяйка ресторана сказала что он действительно знаток в виде хохан ты так хорошо ешь красавчик а мне она сказала эй тегу у тебя ужасные тегуский акцент правда он очень хорошо ест настолько хорошо что другие тоже хотят потом съесть это взрослые такое любят правда а теперь давайте заканчивать да уже пора нам нужно идти у нас еще куча работа впереди а потом снова урок танцев передай передай нет нет стой а какой же ты да я шучу никого не обделяешь вниманием посмотри как ты бежишь давайте устроим время скриншотов окей хорошо отлично тепленько хорошо тепло очень тепло маленькие мечты а это мешает другая поза как там как там а сердечко хорошо отлично окей что ты сделал я крапотшельник а потом ты подумал про это давайте возьмемся за дело мило я куплю это супер и так давайте попрощаемся мы идем практиковать выступление для вас хорошо давайте заканчивать одна мечта мы tomorrow x together спасибо вам пока пока все хорошо мы сделаем это это была озвучка джейку не пропустите следующий эпизод и и и и и и